Дорогие харьковчане, наш враг беспощаден и циничен. Российский агрессор продолжает постоянные обстрелы, меняя время и интенсивность. В четверг во время артобстрела города погибло трое харьковчан, есть раненые. Поэтому еще и еще раз прошу вас в случае воздушной тревоги или ракетной угрозы спускаться в бомбоубежище, подвалы или станции метрополитена. Так вы сохраните свои жизни. Дорогие харьковчане, жизнь каждого из вас как никогда нужна Харькову. Нужна нашей Украине. После нашей победы нам вместе предстоит восстанавливать наш любимый город, наш Харьков, восстанавливать нашу Украину. Но сейчас главная задача – это обеспечение обороны Харькова и безопасность харьковчан. В четверг я встречался с сенатором США Томом Брюэром. Встреча была посвящена именно этим вопросам. Сенатор обещал мне сделать все возможное для того, чтобы правительство Соединенных Штатов оказывало нам необходимую помощь. Харьков также продолжает помогать армии в обороне города. Наши коммунальные службы строят оборонительные сооружения не только в Харькове, но и в области. Поэтому во всех неоккупированных районах Харьковщины работает техника наших коммунальных предприятий, наши специалисты. Я также обратил внимание главы военно-гражданской администрации области на то, что необходимо придать ускорение этой работы со стороны глав районов регионов. Уверен, если районы области активизируются так же, как наши коммунальные предприятия, дело пойдет намного быстрее. И наши военные получат все необходимые им для защиты Харькова и области оборонительные сооружения. Дорогие харьковщане, ни на один день мы не прекращаем подготовительные работы к восстановлению Харькова после нашей победы. На прошедшей неделе Харьков был представлен на конференции в швейцарском Луган. Как результат, могу сообщить, нашими партнерами в послевоенном возрождении Харькова будут Соединенные Штаты Америки и Турция. Это вселяет оптимизм и уверенность в быстром восстановлении города. Также, по итогам этой конференции, специальная миссия ООН «Хабитат» подключится к работе по созданию обновленного генерального плана Харькова, которым сейчас занимается Лорд Фостер с группой наших архитекторов. Миссия «Хабитат» проведет оценку разрушений, создаст 3D-макет Харькова и его реальный макет для инвесторов. Наряду с этим, в рамках конференции в Луган нашими представителями проведены были переговоры с посольством Швейцарии в Украине. Обсуждали поддержку Харькова в различных сферах, от теплоэнергетики до модернизации транспорта. Уверен, что такое сотрудничество после войны сделает наш город жемчужиной. Не только Украиной, но и всей Европой. Все будет Харьков. Все будет Украина. Субтитры создавал DimaTorzok